как перехитрить когнитивные искажения слепота к альтернативам рассмотрим следующий пример я хочу поехать в петербург и для этого решил снять отель номер в отеле я захожу на сайт не скажу какой насчет и смотрю какие есть какие есть варианты здесь представлен скрыт скрин фотографию кусочка этого части этого сайта что мы здесь видим ну вот мы видим лазерную указку мы видим оценку превосходно это один из первых вариантов которых я увидел мы видим что на сайте всего остался один такой вариант и мы еще видим что петербург по какой-то причине пользуются то ли очень большим спросом что там не осталось никаких доступных вариантов нужно ли брать нужно ли бронировать ну кажется что если я хотел поехать вот куда-то туда в ту в ту область ломоносов рядом с петербургом вижу что здесь есть какой-то коттедж довольно симпатичная веранда и вижу хорошие оценки понимаешь что время на принятие решения у меня мало значит надо брать повезло что хоть это осталось ну вот если мы так думаем то мы видим несколько когнитивных ошибок первое из них это проблема туннельное видение ну одним словом мы видим какой-то вариант он нас в принципе устраивает и мы хотим к нему стремиться все то есть в принципе это может быть неплохо действительно если я представим себе что я зарезервировал забронировал вот этот коттедж с предыдущего слайда вполне вероятно буду довольны если это поеду и все вы все будет прекрасно и хороший вариант собственно тот который я искал но замечу что я не рассматривал никакие альтернативы и я более того чувство что я ограничен понятие решения по времени значит как это когда происходит то есть или что нужно сделать чтобы расширить свое видение ну первое мы разберем здесь два в этом видео две вещи две темы значит первое мы попытаемся посмотреть как мы можем видеть ситуацию немножко шире да то есть не туннель не то что нас нету больше мы находимся в таком очень ограниченном пространстве и у нас есть только путь вперед ну и например ситуация когда у нас есть какие-то альтернативные варианты мы собственно к ним придем в любом случае или у нас есть какой-то какая-то вероятность другого исхода значит это с одной стороны что мы посмотрим но вначале мы посмотрим на другой принцип о том как как устроено как избежать или как подталкивать людей каким-то понятием решения как это вот возможно сделать что мы можем контролировать следу где в который принимается решение здесь я немножко расскажу концепция подталкивания мы уже обращались к книге нач подталкивание но так она важна мы еще немножко я про нее скажу вот считается что концепция подталкивания началась с писсуара в амстердамском аэропорту аэропорту значит там была проблема грязные туалеты люди ну вероятно мужчины как-то не не оставляли после себя чистоту что-то нужно было сделать и выяснилось что просто нарисовать муху на этом писсуаре делает человека значительно более аккуратным почему потому что многие выборы которые мы делаем мы делаем на автоматически у нас мало времени мы даже может быть не задумываемся выбор это или нет но если мы если наш наш выбор несколько ограничить и немножко подтолкнуть понять решение то мы можем понять какой-то например вот в данном случае хорошее решение которое всех устроит значит как мы можем видеть первое и вот эта книжка начи она посвящена тому как мы можем улучшить жизнь людей контролируя их как бы среду где они принимают решения значит ну вот один из этих один из этих одним из таких примеров может быть следующее следующее правило как минимум но в америке где разрешена продажа оружия вы не можете купить это оружие сразу же вы должны подать вы должны оставить заявку на обойтение оружия и только через несколько дней можете прийти за ним значит для чего это сделано того чтобы люди не делали импульсивных покупок да предположим вы чувствуете что вам надоел сосед и вы его и пошли в оружейный магазин значит поэтому нужно подождать ну также есть другие ситуации где наоборот вас поторапливают одну из них мы на самом деле уже рассмотрели на примере сайта бронирование жилья и у нас есть другая ситуация например black friday значит когда мы можем когда нам говорят что у нас есть один день где есть самый лучший распродаж и у нас то есть это предложение оно является лимитированным по времени и мы должны либо его взять либо отказаться от него собственно вот и есть туннельное решение туннельное решение тогда когда у нас есть как бы либо вы выйдете из этого туннеля либо в нем останетесь либо да либо нет ну и самый простой вариант это попытаться критически отнести к заданным условиям то есть во первых посмотреть если какая-то другая опция ну примерно насчет оружия не буду придумывать ничего да но насчет например black friday или каких-то значит нам нужно посмотреть действительно ли это такая хорошего хорошее предложение можем ли мы посмотреть какие были цены до этого и так далее значит следующее простое простое совет как можно избежать плохих решений это подумать дважды и тут на русском языке есть пословица утро вечером утренее или тоже пословица что хорошая мысль приходит после того как вы приняли решение ну вот если вы сделаете видите все за правило что вы не понимаете какие-то решения но важное решение вот просто в один момент да можете например вы приняли решение какое-то и отложили его и через некоторое время вернулись есть эмпирические исследования которые показывают проводились эксперименты когда студентам давалось ну некоторое количество задач и одно задание повторялось в начале вот этого теста и в конце и можно было посмотреть что люди которые решали очень позже второй раз они решали его лучше этого задания значит следующая совет это мыслить в терминах вероятности вот представим себе что у вас есть вы производите автомобили вы например член совета директоров и у вас есть еще какие-то деньги чтобы построить новый завод и вам говорят давайте построим новый завод ну например в бразилии и увеличим продажи на 100 тысяч автомобилей в год ну вот как бы тоже перед вами есть предложение вы можете его либо взять либо отказаться но на самом деле ведь это не не гарантированно что это у вас увеличится продажа более того можете думать про какую-то другую страну где-то можно построить и будет более высокие шансы значит чтобы попытаться и это так часто происходит когда нам предлагается некоторые или у нас есть некоторая убежденность и мы думаем либо она верна эта убежденность либо она не верна но если мы попытаемся оценивать наши наши убежденности в терминах вероятность 70 80 90 процентов то мы а никогда не ошибемся значит б научимся более более гибко подходить все мы будем и лучше видеть то есть смотрите вот например второй вариант есть 80 шансов что если мы построим этот завод то увеличим продажи от 900 тысяч до 100 10 тысяч автомобилей значит что здесь происходит ну во первых в данном случае 80 шансов значит 20 шансов есть другие не на успех то есть вы в этом смысле как бы не ошибетесь значит во вторых вы пытаетесь понять какая есть вероятность вероятность может быть может увеличиваться может уменьшаться как только вы сказали предположим 80 процентов то у вас сразу могут спросить почему 80 почему не 70 и это заставит вас размышлять от чего зависит до ваша уверенность таким образом вы сможете лучше постраиваться под текущую ситуацию если вы знали какую-то информацию которая например повысит вашу уверенность ну то отлично если случилось какое-то событие эпидемия то это уменьшит вероятность результата но вы уже будете к этому готовы так важный психологический момент следующая идея это сделать три предположения негативное оптимистическое и реалистическое и реалистическое опять как только вы придумаете три сценария и будете думать какой из них то есть вы сразу будете думать позже не более вероятный а главное это сразу запустит ваш мыслительный процесс на тему от чего зависит тот или иной успех от чего зависит тот или иной сценарий или успешность того или иного сценария его реалистичность это сразу заставит вас опять-таки думать какие есть еще какие есть параметры которые показывают будут оказывать влияние на тот или иной исход событий и последнее это представить кризисный сценарий но мне кажется что некоторые люди пытаются давать это обратно вы должны представить самый лучший сценарий и стремиться к нему потому что таким образом чем лучше вы представите тем значит он будет реалистичным ну замечу что в реальной жизни мы поступаем особенно если мы сталкиваемся со сложными механизмами мы поступаем краса обратно противоположным например уже упомянутым в курсе пример с пристегиванием за рулем это пристегиванием связано с тем что мы пытаемся представить самых лучших сценарий что вы врезались значит так как пристегнуться не стоит ничего а сделать ремень в машине стоит очень очень дешево то это отличное решение то есть мы представили всех плохой сценарий значит и попытались его предотвратить опять-таки когда вы то есть для чего это нужно это нужно для того чтобы вы понимали что будет то есть вы можете если вы столкнетесь с плохим сценарием вы к нему уже будете готовы более того вы подумаете а что вы можете сделать чтобы этот сценарий избежать ну вот как бы продумать стратегию выхода в данном случае это фото из кино где у нас тоже есть написан выход это как раз для того чтобы сделано что в случае пожара мы можем спастись то есть люди опять продумывают сам продумать плохой сценарий и делают какие-то вещи которые обычно сильно дешевле и которые помогают нам себя сохранить значит ну вот таким образом мы можем подытожить что у нас должно быть чтобы лучше думать и чтобы избежать иллюзия того что настолько одно решение мы должны а попытаться понять и продумать то то среду в которой мы понимаем это решение и б пытаться думать об этом в терминах вероятности и альтернатив таким образом мы сможем лучше и объем не видеть всю ситуацию и